Это программа «Город» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Корабелы укрепляют связи. Развитие судостроительной отрасли в регионе обсуждали в Выборге. Клещи не дремлют. Специалисты рекомендуют прививаться против клещевого энцефалита. Всякому мусору своя урна. Система раздельного сбора отходов начала действовать на железнодорожном вокзале Выборга. Выборгские корабелы налаживают сотрудничество со своими коллегами в Крыму. Об этом сообщил генеральный директор ВСЗ Александр Соловьев, вице-губернатор Ленинградской области Дмитрию Ялову на совещании, которое прошло в Выборге. Оно было посвящено вопросам развития судостроительной промышленности в 47-м регионе. О том, какие еще темы были затронуты в ходе обсуждения, знает Людмила Перминова. Два года прошло с момента последнего совещания, на котором рассматривались перспективы развития судостроительных предприятий Ленобласти. По мнению вице-губернатора Дмитрия Ялова, пришло время подвести некоторые итоги и объединить усилия для разработки дальнейших планов. С этой целью и была организована встреча корабелов 47-го региона на Выборгском судостроительном заводе. Его директору было предоставлено право первым высказать свое мнение о сложившейся ситуации. Александр Соловьев считает, что отечественное гражданское судостроение в условиях конкуренции с предприятиями Юго-Восточной Азии должно ориентироваться на производство арктических видов судов, а также судов снабжения и спасательной техники. Именно этим сейчас и занимается ВСЗ. Кроме того, завод ищет новых партнеров. Так, буквально вчера было подписано соглашение о сотрудничестве с Керченским заводом «Залив». Совместно с крымчанами выборжцы намерены строить некоторые типы судов. В конце прошлой недели большая делегация Выборгского судостроительного завода была посетила Крым. Мы были в Керчи, мы подробно изучили мощности завода «Залив», чрезвычайно перспективные предприятия и наметили конкретные шаги по конкретным проектам совместно с этим заводом. Соглашение о сотрудничестве соответствующее подписано было как раз сегодня. Это очень хорошо, что мысли политически, хорошая новость. Да, и как раз в контексте задач, которые поставлены перед всеми и перед субъектами федерации, перед Ленинградской областью и перед предприятиями Ленинградской области, мы как раз и реализуем партнерство с заводом. Кстати, работа в рамках этого соглашения станет для Керченского залива первым шагом на пути интеграции в систему российского судостроения. Александр Соловьев обратил внимание Дмитрия Ялова на необходимость дальнейшего укрепления связи между корабелами. По словам вице-губернатора, для этого областное правительство организует конференции с участием представителей отрасли из 47-го региона и Петербурга. Своими мыслями относительно перспектив развития поделился также заместитель генерального директора судостроительного завода «Пелла», действующего в Кировском районе Ленобласти. Илья Вайсман считает, что российские судостроители проигрывают зарубежным в цене продукции. Поэтому, по его мнению, на федеральном уровне необходимо рассматривать вопрос о снижении налога на добавленную стоимость для предприятий отрасли. В то же время Вайсман отметил ряд эффективных мер, внедренных областными властями. Тот, кто вкладывает в развитие собственное, создает новые рабочие места, увеличит выпуск валового регионального продукта, привлекает инвестиции. Вот тот вправе может рассчитывать на период окупаемости проекта, то есть он для этого прилично. Освобождение от налога на землю, от налога на имущество и освобождение от той части налога на дополнительную прибыль, которая получится в результате реализации, которая идет в регион. Обсуждение насущенных вопросов продолжилось в ходе экскурсии участников совещания по Выборгскому судостроительному заводу. Они посетили как цеха предприятия, так и недавно спущенный на воду ледокол «Владивосток», на котором сейчас ведутся финальные работы. У Дмитрия Ялова возникла идея о необходимости локализации в России производства оборудования и комплектующих для судостроения. Руководители предприятий согласились с этим предложением, поскольку сегодня они вынуждены закупать дорогостоящие материалы за рубежом. Поэтому будем обращаться на федеральный уровень с просьбой предусмотреть условия по локализации производства компонентов и оборудования в России, так же, как это было сделано раньше для автомобильной промышленности и для фармацевтики и медицинской промышленности. Вице-губернатор отметил, что ему отрадно видеть, как на ВСЗ кипит работа и предприятие старается идти в ногу со временем. Солидарны с Дмитрием Яловым и сотрудники завода. Сейчас у нас есть заказы, все замечательно. Сейчас у нас недавно прошло и повышение заработной платы. И если сказать по городу Выборгу, то у нас достойная заработная плата. Хотелось бы, чтобы заказами мы были обеспечены как можно дольше, чтобы не повторилась ситуация 2010-2012 года, когда у нас завод был в простое. Наше руководство изо всех сил старается обеспечить нас заказами и комфортной работой. Одна из задач, стоящих перед руководством ВСЗ сегодня – развивать сотрудничество с одним из крупнейших предприятий Республики Крым – заводом «Залив». Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Проектам приграничного сотрудничества, касающимся детей, уделят в Ленинградской области особое внимание. Об этом говорили на международной конференции «Совместные решения во благо приграничных регионов Эстонии, Латвии и России». Как отметил председатель регионального комитета по внешним связям Андрей Минин, очень важно, чтобы каждый из проектов был нацелен не на сиюминутный результат, а служил долгие годы будущим поколениям. Проекты, которые планируются реализовывать в год детства, будут направлены на развитие детского спорта, образования, досуга и туризма. Корь гуляет по России. Обезопасить здоровье поможет прививка. На территории многих городов, в том числе Ленинградской области, ухудшилась ситуация с заболеваемостью корью. В начале года во Всеволожском и Тосненском районах было зарегистрировано 4 случая. Болели люди, приехавшие из Дагестана и Кабардино-Балкарии. Но уже в мае в Кирижском районе заболевание было выявлено у местных жителей, никуда не выезжавших из родных мест. Корь очень заразно, передается воздушно-капельным путем. Инфекция распространяется в том числе с потоками воздуха по вентиляционным каналам. Единственный способ профилактики кори – это проведение прививок. По национальному календарю прививок, вакцинация проводится в возрасте 1 год, ревакцинация в 6 лет и до 35-летнего возраста. Тот, кто не имеет сведения о прививках или привит однократно, он должен обязательно получить вторую ревакцинацию. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где есть вакцины, и ему сделают прививку. В Выборгском районе последний случай кори был зарегистрирован в 2006 году. Однако медики советуют быть начеку. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют россиянам, планирующим путешествие, привиться от кори. С начала года существенно осложнилась эпидемиологическая обстановка по этому заболеванию в США и странах Европы. И еще о прививках. В лечебно-профилактических учреждениях продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. По сведениям территориального отдела Роспотребнадзора, с начала сезона к медикам обратились 29 человек, укушенных клещами. Практически всех насекомых исследовали в Петербургской лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Возбудители клещевого энцефалита и боррелиоза обнаружены не были. Однако в целом по Ленинградской области ситуация не столь благоприятная. Всего было исследовано около 700 насекомых. В 3,5% обнаружен возбудитель клещевого энцефалита и в 20% возбудитель болезни лайма. Кроме этого, ФБОЗом проводится исследование клещей, которые были собраны в дикой природе. В результате было исследовано около 40 клещей, в 30% были выявлены возбудители болезни лайма. Возбудители клещевого энцефалита не было выявлено, но кроме этого, еще были выявлены в 4 клещах возбудители болезни эрлихиоза, который раньше на территории Ленинградской области не регистрировался. В выборский район, по данным специалистов, в число опасных зон не попадает. Тем не менее, в Роспотребнадзоре рекомендуют не терять бдительность, выходя в лес и работая на даче, использовать репелленты и правильно одеваться. Закрытая обувь, носки, длинные брюки и куртки с затяжками на штаниных рукавах. Что касается общественных мер защиты, уже завершена обработка от клещей 160 гектаров зеленых территорий, в том числе детских оздоровительных лагерей. Электронная карта земель сельхозназначения будет создана в 47-м регионе. Об этом сообщил вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк на совещании в Комитете по агропромышленному комплексу. Он подчеркнул, что новый интернет-ресурс, куда будет занесена информация обо всех сельскохозяйственных землях региона, пригодится не только агропромышленному комплексу. Он будет стимулировать собственников оформлять права на землю и создаст базу налогообложения, что, в свою очередь, даст инструмент для получения отчислений в бюджеты по земельным налогам, а, следовательно, пополнит бюджет средствами на реализацию социальных программ в муниципальных образованиях. Выборг Теплоэнерго продолжает модернизацию объектов. В одной из выборских котельных, расположенной на улице Куйбышева, завершается монтаж нового оборудования. Современный котел, изготовленный Барнаульским заводом котельного оборудования, заменил отслужившего свой срок предшественника. Вероника Когут расскажет подробнее. Бесперебойную подачу тепла и горячей воды в каждый дом. В одной из котельных Выборг Теплоэнерго, обслуживающую центральную часть города, продолжается монтаж нового оборудования. Старый отслуживший верой и правдой котел заменили на новый, более современный агрегат. Конкурс на его изготовление выиграл специализированный завод в Барнауле. Руководство Выборг Теплоэнерго уверено, модернизация объектов позволит улучшить качество тепла и водоснабжения. Наше предприятие занимается надежной, бесперебойной выработкой тепловой энергии и снабжением этой энергии потребителей. А чтобы это действительно было бесперебойное, надежное теплоснабжение, чтобы человек в каждую секунду, минуту времени был уверен в этой надежности, нужно обязательно обновлять оборудование. Проходят года, время. Предыдущий котел отработал положенный срок более 20 лет. Поэтому для увеличения и мощности, и надежности принято решение о замене этого котла. Сотрудникам предприятия приходится испытывать определенные трудности. Работы стартовали еще до окончания отопительного сезона в марте. Однако ни на один день котельная не была остановлена. И сегодня она продолжает поставлять в дома выборщицев горячую воду. Помимо более высокой мощности современного оборудования, предусматривается дальнейшая автоматизация. То есть его надежность увеличат в разы. Все технологические процессы будут управляться программируемым контроллером с использованием компьютерных технологий. Выборг Теплоэнерго проводит модернизацию за счет собственных средств и средств, выделенных в рамках инвестиционной программы. На перспективу нужно вложить деньги в экономичные инновационные проекты, которые будут потом приносить эти деньги. Если мы будем оснащать наше предприятие новым технологичным оборудованием, то в конечном итоге мы будем затрачивать меньше средств на выработку тепловой энергии. Будем больше экономить, оставлять это в предприятии и тем самым уже улучшать и повышать и зарплаты, и прочие составляющие. На первом этапе первично это реконструкция. Для того, чтобы установить многотонное оборудование, было принято решение частично разобрать стену и демонтировать окно, заменив его на легкое брезентовое покрытие. Сейчас кирпичная кладка восстановлена, а в ближайшее время проем украсят современные пластиковые витражи. Будет красивый витраж, еще раз подчеркну, два витража, которые украсят внешний вид котельной. Все работы идут строго по графику. Полностью завершить монтаж, пусконаладочной работой и установку автоматизированного оборудования планируется уже к началу следующего отопительного сезона. Вероника Когут, Александр Сорогин, Медиагруппа «Наш город». Обязательный экзамен по математике сдавали сегодня российские школьники. Продолжительность испытания составила 3 часа 55 минут. В Выборгском районе пункты приема госэкзамена были организованы на базе 6, 13 и 14 городских школ, а также в поселке Первомайское и Светогорске. Узнать результат выпускники смогут после 16 июня. Следующие ЕГЭ по биологии, истории, информатике и информационно-коммуникационным технологиям школьникам предстоит сдать 9 июня. Пассажиры Выборгского железнодорожного вокзала учатся выбрасывать мусор по-новому. В этом году здесь была внедрена система раздельного сбора отходов. Все для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. В деталях разбиралась наша съемочная группа. Вот такие урны появились на железнодорожном вокзале станции Выборг нынешней весной. Они сразу привлекли внимание посетителей. Ведь прежде видеть нечто подобное в нашем городе не доводилось. Оказалось, что в зависимости от цвета стикера, приклеенного на урну, каждая из них предназначалась для разного вида мусора – пластика, бумаги, стекла и прочих отходов. Как рассказал нам начальник вокзала Владимир Дремин, система раздельного сбора мусора в пилотном режиме начала действовать в прошлом году на Ленинградском вокзале Москвы. Сегодня новшество дошло и до Выборга. Основной целью внедрения селективного раздельного сбора мусора на объектах железнодорожного транспорта – это является снижение негативного воздействия на антропогенную окружающую среду путем снижения количества мусора на полигоны твердобытовых отходов. Учиться делить мусор железнодорожники начали с самих себя. Каждый сотрудник вокзала выбрасывает отходы в разные емкости в зависимости от их типа. Затем они направляются на склад временного хранения. К примеру, вот в такой алюминиевый контейнер помещаются использованные люминесцентные лампы. На случай, если лампочка разобьется, предусмотрен пакет для сбора ртути и специальные средства для дезинфекции. В последующем весь люминесцентный материал забирает аккредитованная петербургская организация. Таким образом, весь процесс утилизации опасных отходов продуман до мелочей. Мы обязательно складываем их в контейнер для хранения и транспортировки. По бумаге мы храним, скажем так, все в безопасном на стеллажах месте, кое-что в коробках. Старый металл, тот, который мы впоследствии накопим и сдадим в будущем, как цветной металл. Списанные жетоны прошлого столетия сдаются на переработку. После переплавки из них получат консервные банки или новые монеты. Между тем, сотрудники клининговых компаний, собрав мусор из урн, направляются к месту его временного накопления, где отходы также складируются в зависимости от их вида. Площадка оборудована с учетом всех норм пожарной безопасности. Кроме того, она абсолютно герметична, что позволяет предотвратить попадание ливневых стоков в почву. Данная деятельность постоянно мониторится сотрудниками Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов и Октябрьской железной дороги. В частности, мы постоянно предоставляем полный список отчетов, переработанного материала, плюс вырученные деньги ложатся на счет компании. Кроме того, в последнюю пятницу каждого месяца с 13 до 15 часов на Выборгском вокзале проводится акция по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. В это время сотрудники стараются не использовать систему хлада и теплообеспечения помещений. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». И еще о железнодорожных новшествах. Представители маломобильных групп населения теперь могут воспользоваться помощью сотрудников вокзалов. Если у инвалидов, пожилых людей или пассажиров с детьми возникают трудности с перемещением по территории вокзала или посадки в поезд, они вправе позвонить по бесплатному номеру 8 800 510 11 11. Главное сделать звонок не позднее, чем за час до поездки и назвать пункты отправления и назначения. В таком случае пассажиров встретят в оговоренное время и окажут помощь как при посадке, так и при высадке. Время собирать. В выставочном центре Эрмитаж и Выборг открылась новая выставка живописи Ирины Беруля. Уникальные работы известной петербургской художницы неоднократно выставлялись не только в России, но и во многих странах мира. О том, чем Ирина Беруля решила удивить выборгских ценителей искусства, расскажет наш корреспондент Владимир Кочетков. Сцена и кисть. Ирина Михайловна Беруля родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С отличием окончила Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. И именно с театром художница связала свою жизнь. Будучи сценографом, она оформила более 100 спектаклей в России и за рубежом. Талант создания театральных декораций наложил особый отпечаток и на живопись художницы. Думаю, а что же я люблю? Театр, музыку, живопись. Вот где бы это все так вот сплелось? Это оказалась наша театральная академия, факультет сценографический. Поэтому живопись вся, она такая немножко театральная. Так вот, что это все такое? Так как хотела когда-то расписывать эти огромные стенки, мне очень нравилась вот эта пушистая фактура, вот эти фрески. Вообще фреска – это вот эта живопись по сухой штукатурке. Метод, найденный художницей, впоследствии стал ее визитной карточкой. Мелкий грунт и опилки покрываются специальным составом, сверху наносится краска. Так получается шершавая, словно дышащая поверхность. Кроме того, зачастую работы Ирины Беруля дополняют так называемые живые объекты – элементы декора, придающие полотнам объем. Сама художница признается – так она оживляет театр, скрытый в каждой картине. Каждая картинка, в общем, не просто так, а как-то придумана драматургически. Вот стоит у меня чайник там, не знаю, около него чашечка. Так мне же придумать надо, что это вот кто-то кого-то ждет на день рождения, и вот кто-то не пришел, и кому-то от этого очень грустно. То есть в каждой картинке вот какой-то такой театральный сюжет. Вдохновение для создания картин художница предпочитает искать в старинных вещах и архитектуре ее родного города на небе. Петербург Ирины Беруля всегда строгий и немного мрачный. Именно таким его видит автор. Не пестрят всеми цветами радуги и натюрморты. Яркие краски, по словам художницы, отвлекают зрителя и не дают ему прочувствовать истинный смысл картин. Все предметы, изображенные на полотнах, автор собирает и бережно хранит. Ведь каждый из них имеет свою историю. Отец у меня служил в 14-й воздушной армии. И в 1942 году Америка прислала 15 миллионов пар вот этих солдатских ботинок. Они сделаны из буйволовой кожи, невероятно тяжелые. И вот мой сын в них еще катался на лыжах. История этой картины «Собачья жизнь» трагична. На полотне – намордник, ошейник с шипами и кусок настоящего поводка. В верхнем углу художница приколола пожелтевшее фото, на котором она обнимает погибшего пса. Я никогда не видела, чтобы был такой подход к картинам, что вот как бы из нарисованного и вот кусочек жизни, да, что это поводок, на котором была эта собачка. Картины Ирины Михайловны, они несут жизнь, они несут тепло, добро людям. Это картины, от которых исходит тепло. И вот эта позитивная энергия художницы. И я была бы рада и счастлива, и пригласила бы всех выборжан на эту выставку. Почувствовать тепло, исходящее от картин, и оценить по достоинству творения художницы выборжцы смогут, посетив выставку «Время собирать». Экспозиция будет работать в выставочном центре «Эрмитаж Выборг» до конца июня. Владимир Кочетков, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Жертвы природных катаклизмов могут остаться без государственной помощи, если не застрахуют свое жилье. Министерство финансов подготовило проект соответствующего документа. Он предполагает, что на полное возмещение ущерба в виде денежной компенсации или жилья могут рассчитывать только те, кто застраховал свое имущество. По оценкам Минфина, стоимость страховки может составить от 10 до 50 тысяч рублей в год в зависимости от расположения дома, особенностей местности, условий страхования и величины страховой суммы. Официальный курс валют на 6 июня, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 47 рублей 49 копеек, доллар 34 рубля 90 копеек. Быстрее, выше, сильнее. На стадионе «Авангард» сегодня стартовала летняя детская спартакиада. Прошел массовый парад участников. Юных спортсменов приветствовали старшие наставники и тренеры, звучали песни в исполнении талантливых молодых вокалистов. Участие в соревнованиях в течение трех недель будут принимать более 200 воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. За титул чемпионов отважились побороться 13 команд. Это городские школы, дворец детского и юношеского творчества и ДСШ «Фаворит». Начиная с самого юного возраста, пытаемся закладывать в наших детей желание и любовь к занятиям спортом. То есть, начав с этих соревнований, почувствовал вкус победы, вкус здоровому образу жизни. Ребята и в дальнейшем, мы рассчитываем, будут заниматься видами спорта, для которых в нашем городе полагается большое разнообразие. Программа «Спартакеада» включает в себя четыре вида спорта – легкая атлетика, футбол, спортивный туризм и спортивное ориентирование. Выборгские школьники смогут не только укрепить свой физический дух, но и пообщаться со сверстниками и найти новых друзей. И это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Мне остается напомнить, что самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Кроме того, в предстоящее воскресенье не пропустите очередной выпуск программы «Ищу маму» в 19.30 на канале ТНТ. Следите за эфиром, вступайте в группу Выборг ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и в Твиттере, а также заходите на сайт выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго! Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер южный 2-3 метра в секунду. В Петербурге ожидается жаркий день. Днем в северной столице плюс 27-29, ночью 17-19. Ветер южный 2-3 метра в секунду. В Пейнранде ясно. Днем 26-28, ночью от 15 до 17. Ветер южный 3-4 метра в секунду. В Хельсинки переменная облачность. Днем в столице Финляндии около плюс 20. Ночью 13-14 градусов. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова